Ним и храм – это символы святости. Мова, история, традиции – все повинно быть для каждого человека святым. Книга – наша головная духовная опора. С экскурсии по музею книгопечатания началось знакомство журналистов с Полоцком. Организаторы пресс-тура решили наглядно продемонстрировать представителям СМИ, насколько познавательное путешествие ждет туристов, чей маршрут будет пролегать через этот город. Согласно летописям, Полоцк считается самым древним городом Беларуси. Также его называют Белорусской Меккой. Ко всему прочему, именно с Полоцкого княжества началась история государственности страны. Возможность открыть для себя древний город появилась благодаря проекту трансграничного сотрудничества «Музейные ворота». В нем приняли участие музеи Латгалии, литовского города Утина и белорусского Полоцка, именуемого, кстати, городом-музеем. Пока в большинстве стран мира только обсуждают необходимость объединения музеев, в Полоцке уже создан Национальный историко-культурный музей-заповедник. Музеям Полоцка уже не надо объединяться, потому что мы уже объединены в одну общую структуру. Самое главное достижение, что это у нас есть общие фонды. Музейный фонд, которым пользуются все 11 музеев для создания как постоянных экспозиций, так и каких-то временных выставок. Теперь Полоцкий музей-заповедник работает над привлечением европейских туристов. Его сотрудники вместе с литовскими и латвийскими коллегами разработали туристические маршруты. В них ходят музеи трех стран. Таким образом туристы могут познакомиться с разнообразием культур, у которых в то же время много общего. И в первую очередь общая история. Очень важно то, что мы теперь знаем друг о друге. Теперь в Полоцке знают, благодаря инфокиоскам, благодаря печатной продукции, которая выпускается в рамках этого проекта. Наши посетители смогут узнать о музеях Латгалии и, возможно, построить свой маршрут, своего отдыха в этом году, например, не на турецком направлении, а к нашим соседям в Латгалию. Или нашим ближайшим соседям в Литву. Мы были когда-то одним государством. Латгалия когда-то была территорией и Полского княжества тоже, или потом Витебской губернии. У нас есть общая в нашей истории. Мы очень рады, что мы хотя бы в таких рамках, но мы снова вместе. Прогуливаясь по Полоцку, туристы из Восточной Европы смогут открыть для себя как новые имена, так и вспомнить те, говорить о которых сейчас не принято. Например, в самом центре города установлен памятник выдающемуся белорусскому поэту, общественному деятелю Симеону Полоцку, участвовавшему в воспитании детей царской семьи. А буквально напротив него, сквозь крону деревьев, задумчиво вдаль смотрит Ленин. В 2008 году Полоцк заявил о себе как о городе, который является отправной точкой дорог в Европу и на Восток. Чтобы застолбить за собой это звание, на центральной улице был установлен памятный знак «Полоцк – географический центр Европы». Были проведены исследования с помощью космических технологий, которые были подтверждены российскими учеными, и было выяснено, что центр Европы находится в городе Полоцке. И тогда, к празднованию Дня города, был установлен такой памятный знак. Конечно, центров Европы более десяти. Они есть в Украине, Литве, Чехии, Польше, в России два центра Европы. Это связано с тем, что европейский континент имеет достаточно изрезанную береговую линию. Некоторые учитывают острова, некоторые нет, поэтому сведения достаточно сильно отличаются. Кроме статуса географического центра Европы, Полоцк называют духовной колыбелью Белоруссии. Софийский собор, Спасо-Ефросиневский монастырь, Собор Богоявления и другие храмы демонстрируют духовный потенциал города. Все достопримечательности Полоцка, Латгалии и Утина описаны в изданных рамках проекта «Буклетах и картах». Однако, как отмечают участники проекта всех трех стран, остался потенциал и для реализации новых идей. «Проект заканчивается, но дружба и сеть остается, и будем дружить дальше и более узнавать не только свой край, но и соседей». «Был опыт на Байдарках, от Полоцка до Давгавпилса, плавали, сам лично плавал. Это вполне реально, по течению можно доплыть и до Риги при большом желании. Но если взять историческую составляющую, то путь по западному Двине до Угави – это исторический путь из Варяг-Греки. И если мы будем стараться его развивать, делать упор на развитие не только пешеходных, автобусных маршрутов, но и водных, то мы только будем популяризировать наш регион». Комментируя ситуацию с пересечением границ, Игорь Загреков отметил, что это не усложняет участие Белоруссии в европейских проектах. За последние годы процесс получения виз, особенно на культурные и спортивные мероприятия, заметно упростился. А туризм вообще открыл ворота трех соседних стран. Пока, правда, музейные.